ну что начнем доброго здоровьица и кратенько кратенько поздравлю вас с наступающим новым годом ну пожелаю пожелаю добра и все так вот я смотрю youtube и так youtube подбрасывает свои там видосики и так далее ну вот доктор петрик 952 тысячи подписчиков я ничего не могу сказать вы голосуете за этого специалиста доктор петрик специалист вы проголосовали вы голосуйте своими подписями ничего сказать не могу я против доктора петрика в глубокой жестяной яме но последнее вот видосик последний видосик фисетин лечит причины старения а причину старения они борются с симптомами давайте так вот вот я для себя думаю здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим о лечении старения о я не оговорился старение это заболевание так как она имеет свои характерные причины свою логику развития свои симптомы но естественно если есть заболевание то есть и лекарства и лекарством сегодня у нас будет физитин он же физитин это вещество которое содержится в большом количестве в клубнике также она находится в яблоках в хурме винограде в луке в огурцах и еще в некоторых продуктах список которых я предоставлю после этого видео по своей структуре физитин похож на кверцитин похож на рисфиратрол это жирорастворимое соединение и он обладает этиотропным влиянием на заболевание старость что значит этиотропное вот когда мы лечим болезнь мы можем подходить с нескольких сторон самый простой такой и неправильный подход это симптоматическое лечение на примере там перелома перелома на кости человека болит мы дали ему обезболивающее болеть перестало но это мы сняли только симптом кость так и осталось не срощенной патогенетическое лечение чуть чуть более сказать правильное лечение когда мы разрываем какую-то цепочку патологических изменений которые приводят к заболеванию ну например при лечении сахарного диабета 2 типа мы даем метформин и таким образом мы усиливаем чувствительность организма к инсулину снижаем потребность человека в инсулине снижаем его аппетит и так далее то есть задействуем некоторые механизмы развития сахарного диабета но хочется прервать молодец молодец говорит и и не вставишь ничего так и так старение это болезни знаете вот когда как-то как-то знаете естественные процессы которые называются это болезнь это ли еще я понимаю преждевременное старение еще преждевременное то есть человек там рубара в 40 лет он уже выглядит как 70-летний я здесь согласен но вот когда вот естественный процесс называется болезнью закладываются сомнения и вот доктор петрик он высказал свои соображения я думаю это соображение строго научные там если дальше посмотреть приведены там ссылаются на исследование тара та 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 всыпятся различного рода вот эти научные термины и прочее 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 и прочее и что мол все это можно знаете вот биологическая добавка убрать которая содержит вот этот фисетин там и так далее так далее и ну я по наивности понимаю и за этого продлить жизнь но насколько там продлить жизни неизвестно но вот якобы были такие там какие-то научные исследования естественно там на мышах там или еще на чем-то там были не на людях я сделал такое комментарий написал что слона то я и не заметил то есть вот все там где-то вот на уровне днк на уровне генов на уровне еще каких-то там грубо говоря обменных процессов там что-то там такое радикалов и прочее прочее знаете вот это вот все там вот вот где-то старение вот все там где-то в тканях клетках и так далее позвольте что мы видим на самом деле вот внешне знаете не залази ни в ткани не в днк не в клетку не в генетические аппараты и и т.д. т.п. мы видим следующее что еще человек не постарел он находится так сказать еще в расцвете сил а у него уже происходит снижение воды прекрасная таблица вот я привожу которая показывает ребеночка рождается у него там грубо говоря там 90 процентов организм содержит жидкости далее с возрастом вот помимо по мере взрослении достижение половой зрелости пика пика жизненной активности идет прогрессивное снижение жидкости в организме и с возрастом вот это вот естественный процесс организм высыхает теряет воду далее что мы наблюдаем у стариков пожилые люди уже могут подтвердить с возрастом особенно там где-то когда за 50 за 60 он мне уже под 70 и я могу уже на собственном опыте все это прочувствовать идет прогрессивное снижение теплотворных способностей организм что мы видим вот что у нас показывает жизнь что старики мерзнут они одевают валенки они кутаются фуфаечки они греются на солнце причем тут днк причем там то эти самые эти там радикалы там еще что-то гены так далее причем и третий фактор который мы все замечаем это снижение жизненных сил если у нас их в начале много мы могли там дни ночи трудиться напролет в 20 30 даже в 40 лет тоже в 50 60 уже как-то что-то не то то есть три фактора влияют независимые вот от этого там кварцетина сиситина и прочего 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 там нет клубники не от банана мнение не от прочего это прогрессивное высыхание как естественный процесс старение организма и вообще старение процесс естественный у всех это наблюдается второе второе это снижение теплотворных способностей и третье это снижение жизненного потенциала организма вот если на эти три вещи мы без всяких фесетинов кварцетинов ну и прочего что тут найти наговорено начинаем обращать внимание мы тем самым начинаем продлять и жизнь и мы улучшаем состояние своего организма то есть если использовать факторы которые борются против высыхания то тем самым у нас лучше телосложение лучше внешний вид меньше там морщин если мы боремся с помощью можно различных средств с помощью поддержания теплотворных способностей да хотя бы употребляя разного рода специи более менее регулярно мы тоже имеем хорошее пищеварение хорошие интеллектуальные способности да и вообще организм более менее ну и наконец таки если мы с вами умудряемся не тратить свой жизненный потенциал так знаете попросту а его сохранять и приумноживать с помощью там особых методик с помощью тех же срез как я вам говорю эмоциональный гимнастик то мы добиваемся добиваемся великолепных результатов возьмем сытина те повреждения которые он получил там где-то в 19 лет будучи на фронте списанный с воинской службе как негодный и врачи ничего ну вот вот и все мог все закончено как хочешь так дальше живи но вот применяя образно волевые настрои которые позволяют работать с чем они прежде всего позволяют работать с жизненной энергией ни кверцитин и ни феститин и прочие добавки так далее этого не дают добился того что был опять признан годным к строевой службе и сколько там ему было лет за 70 наверное это можно там посмотреть может я там ошибаюсь еще родил ребенка совсем другое то есть ну как бы как бы тут сказать вот я смотрю вроде бы нельзя сказать что этот человек ну да не будем даже его брать что вот блогеры там они там стараются нам что-то там новое дать и так далее так далее при этом углубляется в эти дебри оперируют какими-то научными там формулировками не видя слона они рассматривают там вот это вот знаете вот волоски там еще хоботом это глаз это хвост а общую картину не могут составить вот вот этим я отличаюсь от большинства блогеров тем что я стараюсь сначала видеть общую причину общей закономерности а потом уже решать как надо действовать для тех или иных тех или иных случаев а это знаете вот путь не куда вот что я хотел сообщить кратенько